Здравствуйте! Давайте начнем говорить о бизнес-самости, которую способны принести продукты клик, в частности клик-вью. Предлагаю рассмотреть, как можно рассчитать такой показатель, как отток клиентов с помощью клик-вью. Отток клиентов является основным показателем лояльности клиентов. Уменьшение оттока клиентов позволит увеличить чистую длину. Отток определяется путем анализа повторных покупок и выделения доли клиентов, которые перестали приобретать ваш товар или услуги за определенный период – 1 год, 90 или 30 дней. Источником данных для анализа оттока клиентов может быть любая база данных с информацией о продажах, в том числе и 1С. Просмотр этого видео поможет вам загружать данные в пик-вью, группировать данные, создавать таблицы, используя резидентную загрузку, использовать цикл for, использовать оператор left join, использовать конструкцию if, удалять использованные таблицы, переименовывать таблицы. Итак, для определения оттока следует утвердить методику, по которой клиент переходит в разряд потерянных, обработать данные с помощью циклофон и добавить дополнительные информационные поля от таблиц. Давайте изучим структуру данных, предназначенных для загрузки. Загружаемая таблица данных содержит номер счета, дату счета, код клиента, код продукта, количество, цену и сумму. Для цели анализа оттока нам не потребуется код продукта, количество и цена товара, так как мы будем группировать счета в разрезе каждого клиента, без детализации по продукту. Переходим к написанию скрипта загрузки. Создаем первую таблицу данные продаж и загружаем в нее данные из файла продаж. Как и договаривались, загружаем три поля, номер счета, дата счета и код клиента и агрегируем данные по полю суммы. Группируем наши данные по номеру счета, дате счета и коду клиента, воспользовавшись функцией group by. В итоге мы получаем таблицу с четырьмя полями. Продолжаем написание нашего скрипта загрузки. Создаем таблицу темп с уникальными кодами поставщиков для входа их в цикли. Определяем переменную скор и задаем ей значение 0. Эта переменная будет задействована в цикле. Создаем первый цикл for. В нем обходим все строки временной таблицы темп. Устанавливаем переменную custom как значение поля custom ID таблицы темп. С помощью функции pick. Эта функция позволит обойти каждую строку в таблице темп. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Для этого выведем значение переменной customer с помощью trace. Мы видим значение поля custom ID, которое содержится в таблице темп. Создаем временную таблицу темп 1. С помощью этой таблицы мы будем определять самую позднюю дату счета по каждому клиенту. В таблицу темп 1 мы передаем параметр код клиента, который задается задан в переменной customer. С помощью второго цикла for обходим таблицу темп 1 и задаем значение для переменной score. Удаляем таблицу темп 1, так как она нам больше не понадобится. В таблицу темп 2 записываем значение переменной customer и score, присвоив им псевдонимы полей client и last date. Не забываем привести значение переменной score к нулю в конце цикла. На этом работа с циклом завершена. С помощью оператора letjoin присоединяем таблицы данные продажи в поле дата последнего счета. Удаляем таблицы темп и темп 2. Создаем еще одну временную таблицу темп 3, чтобы с помощью if обогатить данные такими полями, как потерянный клиент, который определяется как клиент, который не покупал наши товары более месяца. Определяя цитаты последнего счета клиента, в будущем будет использоваться для анализа множеств приложений ClickView. Месяц наличия клиента определяется по дате счета неутраченных клиентов, также понадобится для использования в анализе множеств. В конце удаляем таблицу данные продажи и переименовываем темп 3 в данные продажи. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Сформируем TableBox и выведем в нее все полученные нами поля. Мы видим, что клиентам, которые являются для нас утраченными, присвоился индекс 1. Те же клиенты, которые остались с нами, присвоен индекс 0. Кроме того, мы видим месяц потери клиента, который определяется по дате последнего счета. Он присваивается только тем клиентам, которые являются утерянными. Месяц наличия клиента говорит нам о том, в каком месяце клиент являлся нашим клиентом. Итак, в результате работы этого скрипта загрузки мы определили тех клиентов, которые перешли в разряд потери. Теперь мы можем создавать отчеты, которые наглядно продемонстрируют нам, в каком месяце какой отток клиентов был зафиксирован. Что позволит нам определить, какие маркетинговые активности, как влияли на ток клиентов. В следующих выпусках мы посмотрим, как сделать красивую визуализацию полученных данных. Подписывайтесь на канал и вас ждут новые бизнес функции программных продуктов Клик. Спасибо за внимание. До свидания.